очаков тв представляет о будете меня переключать как обычно весь от той глупости которые вы скорее всего будете нести ну чего-то не вы знаете есть такая пословица вы человек взрослый я взрослый мы-то с кем общаемся вот если я разговариваю с глупым человеком для ничего не приобретаешь от него полезную то конечно нет смысла его слушать не просто сколько раз мы с вами встречались вы меня без единого слова перелистывали 1 20 наверно читает момент с кем-то разговаривал в чате просто а зачем же вы так далее стали рулетку я обычно автомате это дело но пони я понял это хорошая отмазка о чем дыне отмазываться я перед вами не знаю чего правда не надо оправдываться зачем вы оправдывает вот видите я чувствую уже разговор за хрустка мор завязывается давайте рассказывать стрим нет нет а вы хотели чтобы она стрим был не мне как-то фиолетово просто я мог бы обратиться сейчас напрямую к вашим зрителям а так а так не будет напрямую к моим зрителям что вы хотели не но если у вас если бы у вас был бы стрим я бы нашел что а так я к ним не буду обращаться буду с вами разговаривать очень интересно мне нравится когда люди когда я людей встречаю я не за меня уже решает что они могут тут делать я вам скажу чем дело дело в том что здесь решение я принимаю нет 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 здесь решение принимаю я вы ошибаетесь ну понял вас ну давайте попробуйте примите решение вас послушать давайте давайте поговорим с вами у вас есть тема какая-то интересная или нет да нет у меня вопрос предвели я просто предвижу что и вас и не будет не не у меня есть очень интересная тема ряда глупость который вы сейчас начните нести уверенно она останется вместе с вами не не ну подождите я начну нести глупость вы мне фактологии какой-то сможете это показать что они шу глупость правильно я даже показывать не буду так тогда просто получали вы 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 не забегайте вперед о чем вы здесь вот совершенно верни над забегать вперед давайте шаг за шагом мы вот сейчас вот вы знаете кто такой сепар юэй есть такой не ваш блогер вы не слышали такого нет не все проявления а миша из канады слышали знаю но слушайте так вот в прошел прошла информация что он там крысячит деньги собирая на программу помощи детям донбасса как вы к этому относитесь а вы слышали такого блогера киевская русь киевская русь конечно я его знаю пошла прошла информация что он интригадный провокатор но вы знаете насчет насчет интриган каждый блогер является интриганом и в отлично и в той или иной степени провокатор тут то есть вы тоже блогер да да ну какой я блогеру что ну понял интригант и провокатор я вас понял у меня к вам вопрос пожалуйста предоставьте мне пруф и вот вот совершенно верно вот сейчас мы переходим и вот сейчас мы разнательность да сейчас мы перешли как бы вот к реальному разговору в юридическую плоскость давайте так не в юридическую в логическую хотя бы я тогда давайте да давайте в логическую не только мне как конкретика нужно не просто вашу абсолютная конкретика смотрите очень коротко если меня пару минут не будете приводим коротко опишу картину и все это же несложно правда это сколько время займет но я же говорю ну пару минут максимум ну давайте если пару минут займет одолжение я ваше драгоценное время не буду отнимать она же вам дорого правильно вот смотрите значит вот тот же самый сергей иваныч говорил с миши из канада недавно и спросил у него миша товарищ миша из канады почему на стать я хочу внести ясно что мы с вами пришли к пониманию что сергей иванович провокаторы интриган а значит все что сергей иваныч говорит попадает под одно сплошное ясность я просто ясность внес которые вы подтвердили я понял нет 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 вы неправильный логическим и выводим как нет мы только что с вами пришли к пониманию но мы к этому пониманию присутствует сейчас вы сейчас пытаетесь манипулировать моими словами говорю как есть а если тогда вы манипулятор мы пришли к тому что вы манипулятор провокаторы интриганта то вы со мной нечестные не объективны нет нет не интриганта а интрига на да какая разница но разница большая давайте с русскому языку параллельно получите не поменялась у нас есть такая подруг не поменялись не у нас есть такая пословица в россии что интригантом и провокаторы хуже и до 1 а 1 хуже пидораса у нас ниже то не я просто про и сергей иваныч а раз хуже пидораса да то куда уж там ниже а где у нас пидорасом ты здесь слова не дают а тут сергей иваныч я я же не знал что у вас все все блогеры пидорасы как вы сказали я же не знал что все российские блогеры назвали всех российских блогеров сейчас пидорас видать 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 ваша ваша блогерская деятельность в украине попадает это это поперла 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 ладно ну рассказывай а вы а вы а вы сидели за что у вас за вот эти вот пошли понты сейчас не не сидели просто я вам говорю о том вы не сидели интерпретирует потому что с пидорасами надо как с пидорасами разговаривать а сергей иваныч морально-душевные и политический пидорас мы же все это знаем нет нет мы знаем про вас я про вас тетя клава я право знаю что вы что вы есть пидораса сморальный политический пидорас тетя клава это все знают про вас понимаете ты же ведь тетя клава называешься, правда? Ты же ведь называешься тетя Клава. Все знают, кто ты. Ты сейчас это подтвердил? Ну что ж. Видишь, он не хочет, он говорить. Он по факту, по факту говорить не хочет. Он хочет сразу переходит на оскорбление, уводит разговор в другую сторону, в сторону других блогеров, в сторону Сергея Ивановича, который разоблачил его Мишу из Канады, крысуна, он понимает, что если сейчас об этом заговорит, то окажется в ловушке. Поэтому тетя Клава своей жопой женской начала вертеть, как обычно. Тетя Клава, слушай, ты меня уже 20 раз перелистывала, лучше бы ты и сейчас меня перелистала, понимаешь, не позорилась. Так что мы будем разговаривать, или ты будешь сидеть оскорблять? Если ты его адепт, на три ступени. Он сидит натужно и себя выдавливает смех, растерялся, не знает, что делать, перешел на оскорбление личности, начинает фальсифицировать, манипулировать словами, не дает ставить... Ну, слушай, вот это я узнаю тетю Клаву. Вот как она была пару лет назад, которая болтала безумолко, не давала никогда никому вставить ни одного слова, так она и болтает. Предметно будем говорить, нет? Я же тебе говорю, что здесь я решаю, что ты будешь... Предметно будем говорить или нет? С кем? С тобой, что ли? Да, со мной. А кто ты? Ну, понятно. Ну, видите, тетя Клава не хочет. Она не хочет. Она не хочет с мужчиной разговаривать. Ха-ха-ха. Ай, тетя Клава, блин. Ой, блин, позорная тетя Клава. Она боится, она боится вести обычный диалог, потому что она понимает, что никогда у нее не получится логически что-то с кем-то обсудить. А, кстати, я помню, вот эта тетя Клава, она недавно с Сергеем Ивановичем, по-моему, разговаривала в очень таком миролюбивом... в миролюбивых вот таких вот тонах. Было такое? Ты разговаривал в миролюбивых тонах с Сергеем Ивановичем недавно? Мы что обсудим-то? Ну, а что ты мне еще рассказать хочешь? Ну, ты же не даешь мне вставить ни одного слова. А у меня пидорасы слова не имеют. Ты не понял это? А, так подожди, то есть ты... То есть ты отказываешься от разговора со мной, правильно? У меня ни души. Ну, понятно, понятно. Ну, вот, видите, у него какая отмазка. Он понимает, что он сейчас обкакается, как обычно. Как это было, кстати. Мы с ним встречались пару раз. Пару лет назад. Он обкакался, обтек и убежал. После этого он меня пролистывал, ну, клянусь, ну, больше десяти раз точно. Только видит, сразу пролистывает. А сейчас он говорит, о, я с такими не разговариваю, не о чем разговаривать. Как была ты, тетей Клавой, так ты и осталась. Так ты и осталась, тетей Клавой, да. Губами шлёпает сидит он что-то там. Что-то втирает сидит. Что ты шлёпаешь? Ну, давай, я тебе включу на секундочку звук. Говори. Всё, иди нюху бэвру, дура. Ну, давай, эй. Он опять, он опять убежал. Естественно, тетя Клава опять убежала. Мы так и ролик назовём. Тетя Клава всегда убегает. Вот так вот. А я-то думал, блин, сдуру. По-моему, он с тем же Сергеем Ивановичем вроде бы нормально говорил, да. А сейчас он оскорбил всех, оскорбил Сергея Ивановича. Ну, естественно, он оскорбил себя в первую очередь, показал, какой он блогер, блин. Ну, и вот. Вот тетя Клава, блин. Следующий, ещё 10 раз меня будет пролистывать, естественно. Ну, и хрен с ним. Господи, что много теряю, что ли? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok